ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мало кто что не знает И тема такая, как говорят, скорбная И обратиться к этой теме меня заставила многолетняя практика Потому что уже очень давно Мы проводим Ганеша Чатурдхи здесь уже много лет Лет, наверное, 17 Нет, не 17 16 лет точно И каждый раз я предупреждаю, чтобы в Ганеша Чатурдхи не смотрели на Луну Потому что это знаменитая Ганеша Чатурдхи Чандра Даршана Доша Такая Называется даже специально Название есть у этой доши Что это такая за доша? И вот Сколько лет предупреждаю И обязательно кто-нибудь умудрится И не кто-нибудь, а очень много умудряется ее увидеть А смысл этой доши такой Доша все знают, что это такое на санскрите Это проблема Это то, что создаёт сложности Ну, проблема одним словом Проблема, препятствие Что-то в этом роде Вот это Ганеша Чатурдхи Чандра Даршана Даршана значит видение Ганеша Чатурдхи Ганеша Чатурдхи Чандра Даршан это видение Даршана Ганеша Чатурдхи Это доша, которая создаёт Ситуацию Когда человек в течение года До следующего Ганеша Чатурдхи будет обвинён в чём-то, что он не совершал. Это могут быть какие-то разные ложные обвинения. Это могут быть какие-то... Это также какие-то проблемы, которые явились... Сюда, посадите сюда. Которые явились следствием высокомерия, насмешек. Человек может быть подвергнут насмешкам, к ним могут высокомерно относиться, могут унижать, могут оскорблять. И он просто может испытывать какие-то очень негативные эмоции вследствие каких-то неприятностей. Ну, примерно из этой темы, которые могут с ним произойти. И вот я много слышал историй людей, которые умудрились посмотреть на Чандру. И истории все примерно как раз вот в рамках того, что я описал. И последняя Ганеша-Четурхи наша, которая была, она была очень низко. Очень многие, что называется, попали и увидели ее. Тем более, что на самом деле мы используем сейчас реальную программу, которая показывает реальное положение в грах на небе. И все астрологические параметры рассчитываются в реальном режиме. Ганеша-Четурхи закончилась не в 18.30, как многие думали, а закончился в 0 часов 19 минут. Поэтому и начался он в 23.12, если мне не изменяет память, 4 сентября, и закончился в 0.19, 6 сентября. Ну, это по нашему парижскому времени. И, естественно, в других местах там будет небольшое отклонение, но диапазон примерно останется тем же самым. И по этой причине очень многие, выходя как раз отсюда из центра, попав на Бривбас, она висела очень-очень низко, и поэтому все в нее, что называется, уперлись взглядом. И те, кто ехал в этот момент на машине на запад, ну, тебя вообще просто не могли не заметить, да? На запад, на юго-запад, туда, в этом направлении. Давно я уже занимался исследованиями на этот счет, и мне удалось разобраться вообще с этой проблемой, разобраться, что, какими последствиями грозит эта дождь. И самое главное, что нужно делать для того, чтобы нейтрализовать эти негативные последствия. Да. Все, вот такой вопрос мучает, честно говоря, с этого момента. Но, 100%, конечно, недавно, 99, не пошел бы я на пуджу, не пошел бы в шилосцентре. Почему? Я сделал пуджу, ганеши, так вложился, ну, как бы, и тут бас, и на тебе тоже. Хорошо. А не было бы этого, то спокойно бы там, взгляд вниз с работы домой, и все, и... Я тоже, я тоже. Я бы ганеши привезла, и ты. Да, 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 вот, как бы, с одной стороны, мы вложились для наш, а с другой стороны, он как бы... Вы не вложились, я вложился. Начнем, как говорится. Больше вложились. Это вопрос, знаете, это бессмысленный вопрос, потому что вы можете увидеть эту, ну, чандру, независимо от того, пойдете вы на пуджу или не пойдете вы на пуджу, знаете вы об этом или не знаете об этом. Как сказано, не важно, что ты не знаешь обо мне, важно, что я знаю о тебе. Это не значит, что только те, кто пошел на пуджу, они посмотрели на Ганешу. Это не значит, что если бы вы не пошли на пуджу, вы бы не... То есть, если бы вы посмотрели на луну, вы бы этого не сделали. Это обусловлено кармой. Да? Это кармой обусловлено. Вы ее в любом случае увидите. И не важно, знаете вы, кто такой Ганеша или не знаете, знаете вы, кто такой Чандра или не знаете, знаете, что есть такая Чандра, Ганеша Чатурхи, Чандра Даршана Доши. Это не важно. Это... Это то же самое, как сила тяжести, она одинаково распространяется на всех без исключения. И на тех, кто знает о ней, и на тех, кто не знает о ней. Абсолютно ей все равно. Поэтому, как говорится, винить доктора в том, что я заболел, потому что если бы доктор, я бы к нему не пошел бы, да, но это бессмысленно. Проблема совсем не в этом. Проблема заключается в карме человека. И то, что такое большое количество людей видело Чандру, и не только, я уверен, это в Риге было, это было, наверное, везде, где была хорошая погода, более-менее, на, в этот день. Это просто свидетельство того, что что-то глобально серьезное впереди предстоит, что затронет многих людей. А? Есть разница, если Иштадевы дальше? Это без разницы. Без разницы. Неважно, Иштадева Ганеши или кто-то другой. Если вы его видели, вы попали, то есть не его, а Чандру, вы попали. Я сейчас повторяю, мы много-много лет это делаем, проводим Ганеши Четурдхи. И все время, независимо от этого, кто-то это видит. Вы думаете, что остальные люди, которые шли по улице Ври, которые в тот момент находились в Риге, они не видели Луну? Нет, они видели. Поэтому... Тогда вопрос такой, что еще один тоже. Имеет ли значение зарегистрировал человек? Человек мог просто провести взглядом и не зарегистрировать в сознании. Вот я об этом сегодня буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как, что означает увидеть Луну. На самом деле не важно, осознали вы это или нет. Кстати, вот очень интересная вещь. Совсем недавно, в пятницу, было лунное затмение Чандра Грахана. И я делал все, как говорится, упаи. И вы знаете, я вам скажу следующее, что никогда я не обращаю внимания, как бы, на Луну. Ну, увидел, но именно в этот день и в это время, которое было там обозначено, с 19.54 до 23.53. У меня было просто патологическое, настойчивое желание взять и посмотреть, где она. Я думаю, что я был не одинок. То же самое. Еле сдерживали себя. Знаете? Вроде бы, как бы. И все равно. Карма. А это то же самое. Как я об этом даже писал. Не важно, увидите вы это потом по телевизору или в интернете. Это все равно Доша. Это карма. И здесь не важно, пошли вы куда-то или не пошли. Это карма. И карма, скажем так, не очень хорошая. Ну, в ходе нашего нашего рассказа вы в этом, что называется, убедитесь. Есть еще одна особенность в этой Доши. Она заключается в том, что она касается Чандры. Чандра есть в гороскопе у каждого, независимо от того, знаете вы о нем или нет. Верите в Ганешу или не верите. Вот. И это означает, что проблема может затронуть те пхавы, где находится Чандра и тот пхава, который он курирует. Возможно, и тот пхава, который он аспектирует тоже. То есть, это три пхава. Пхава, который курирует Чандра, какой пхава приходит у вас на Карката. Вот. Это первое, второе, там где Чандра находится, и третье, это Чандра, который аспектирует пхава. Возможно, такое. То есть, тот пхава, который курирует Чандра, это 100%. Тот пхава, где находится Чандра, это тоже, скорее всего, 100%. Ну, и возможно, еще тот пхава, соответственно, и та сфера жизни, которая приходится на пхаву, который Чандра аспектирует. Понимаете, да, всем о чем идет речь? Всем понятно, да? Тот пхава, который курирует, хозяином которого, пхава, рашишем, которого он является, Чандра курирует раши чакра, значит, тот пхава, который приходится у вас на Каркату, это та сфера жизни, которая может пострадать. Плюс та сфера жизни, где Чандра находится, тот пхава, и та сфера жизни, тот пхава, который Чандра аспектирует. Три варианта. Понятно, да? Вот. Окей. На этот случай у Санатанадхарми существуют разные упаи. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...